В Магисталской области сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям заботятся о ветеранах войны, тружениках тыла и ветеранах службы. Спасатели помнят своих наставников и чтят их подвиги. В честь празднования 75-летия Великой Победы руководство и молодые сотрудники регионального департамента навестили ветеранов органов гражданской защиты. О героических подвигах старшего поколения расскажет Динара Нургалиева. Я приехала из средней полосы, шоу в шапке меховой, а здесь ромашки цветут, живые ромашки. Это первое воспоминание об Актау 80-летней Тамары Шуляк на полуостров Мангышвак. Женщина переехала в 1971 году из российского города Иваново. Волею судьбы устроилась диспетчером в пожарную часть, где более 15 лет трудилась в звании сержанта. На глазах нашей героини поднималась пожарная охрана региона, обновлялась техника и строились новые депо. Работа телефониста наложила свой отпечаток, уверяет пенсионерка. Серьезность, внимание, ответственность. Это кажется, что только сидит, ничего не делает. А на самом деле до сих пор последствия работы оказывают влияние. В окно, если смотрю, всегда считаю, в какое время идут. И думаю, зачем мне это нужно сейчас, что-то там происходит, в какое время. А вот, наверное, работа наложила отпечаток. Все время фиксирую время. С праздником с наступающим вас. Спасибо. Хромаем потекло. Поздравили спасатели Марию и Геннадия Водолазских. Супруги более 20 лет проработали в органах гражданской защиты. Он водитель пожарного автомобиля, она инспектор пожарной части в поселке Житебай Карагьянского района. Работа на нефтяных месторождениях не всегда спокойная, вспоминают ветераны. Крупные пожары происходили на производстве. Подняли по тревоге, с Аргамыск, скважина горела, где участвовал весь Пащишинаш, вся наша область. Там были и танки приходили, тушили, эти превенты разбивали. В общем, это было очень жутко, жарко, земля дрожала ужасно. Дичь летела утки, прям вот это бунт походило, и от факела от жары падали. Урал, Гладоводская, Порошковый, вот я, кстати, на Порошковом-то вышел выходил. Ну, это он, он эффекта не дал, ничего, Порошок, так говорится. Сейчас лучшая техника. Многие пожилые люди из-за карантина не могут выйти из дома. Поэтому сотрудники департамента по ЧАЭС, навещая ветеранов, доставили им продовольственные корзины. Такая помощь в рамках акции Безбергемос была оказана 10-ти пенсионерам. Есть у нас еще одна семья погибшего нашего сотрудника, при исполнении служебного долга, которые живут в Туркестанской области. Мы тоже передали большой привет, те поздравления, которые с нашей стороны были. И такой же продуктовый набор попросили наших коллег, чтобы они передали и вручили этой семье. В ближайшие дни сотрудники регионального департамента по чрезвычайным ситуациям планируют навестить ветеранов тыла, проживающих в сельской местности.